Соревнования по хоккею на льду Iron Ice 2022, организованные Загорским трубным заводом и приуроченные к празднованию Дня Металлурга, состоялись на Сергиево-Посадской ледовой арене. В этом году, после того, как комбинат «Уральская сталь» и Загорский трубный завод объединились в группу компаний, мы подумали, что будет опять-таки хорошей идеей, хорошим планом встретить на льду команды из комбината из Новотроицка «Уральской стали» и Загорского трубного завода, дать ребятам поиграть вместе, как работникам уже единого холдинга, единой группы компаний, и пригласить тех людей, с которыми мы уже встречались на льду, «Газпром Транснефт» и команда САП. В этом году праздник Металлургов отмечался очень широко и вышел за пределы, собственно, ледовой арены. На территории, рядом со спортивным центром, было приготовлено много развлечений для детей. Одни упражнялись в силе и ловкости, на полосе препятствий, другие наблюдали за грандиозным химическим шоу. На мой взгляд, специфика трубного завода, что они очень много времени уделяют именно социальной политике. «Очень хорошие меры поддержки сотрудникам предприятия. Они были одни из первых, кто с нашим губернатором, губернатором Московской области, Мадрючем Воробьевым, заключили соглашение о подготовке профессиональных кадров». На ледовой площадке тем временем мужественные металлурги играли в хоккей. «Хоккей и спорт очень мужественные, но уже по началу матча видно, что игроки относят друг друга очень бережно и стараются играть без травм и очень надежно». В финале встретились команды Загорского трубного завода и Уральской стали. Посадский ЗТЗ получил кубок турнира. «Хоккейный турнир ко дню Металлурга уже стал традицией. Он прошел во второй раз, так что коллеги-соперники продолжат тренироваться в преддверии третьего турнира «Айрон Айс».